В обычном доме сидел, вечером бегать на промежку. Я поэтому думал, что сейчас я приду, 30 минут прибегусь и все. Молодец она была. Я, наоборот, радовался. Мы с ней это нормально, потому что от души жили. Спортным занимался. Прес качал, бегал, рисовать любил. Не было никакой депрессии, ничего такого. Очень хорошее настроение было. Я даже не думал. Я утром вышла, я вот здесь цветы поливаю. Я вышла, вот уже милиции стоят утром, 5 утра. Тут вот криминалист какой остался. Я у него спрашиваю, что произошло? Говорю, кого сбили, что ли? Он говорит, нет, здесь колотно живое ранение. Тут много сейчас версий будет. Все по-разному. Мы же ходили на место там. Лист бил сначала, потом добил. Все говорят, что там. Убил он ее, что ли? Убил, все. Мне сказали, что убил он ее. Мне сразу сказали, они только привезли туда милицию. Они уже начали его копать. Они мне начали спрашивать фамилию его. Я не забывал, как фамилию не учатся. Кто такой я? Откуда я знаю, кто такой? Почему постоянно спрашивали? Вы этого знаете? Я говорю, не знаю. Когда мне позвонили и сказали об этом, я в это не поверил, честно говоря. Я его знаю как спокойного человека, сдержанного. То есть даже на протяжении того времени, насколько я его знаю, он даже на голос не повышал ни на кого. Я такого не видел и не слышал. У нас были совместные некоторые задержания в 2015 году. И я знаю его самого отношения всего этого к нему. То есть также и зарослиния малолетних не раз задерживали совместно. Она стихи писала. Она рисует очень хорошо. Она по улице гуляла с девочками. Никто не может сказать, что она грубиянка. Никогда она не приводила друзей. Она с девчонками подойдет к подъезду. Обнялись, поцеловались, разошлись. Здесь все. И никогда такого не было, чтобы она стояла. Курила с кем-то, чтобы компании здесь были. Тем более пили. Никто не видел. Она вышла и пошла. КОНЕЦ Продолжение следует...